Привет. Роман, привет. Я тебе задам пару вопросов о твоей работе сварщиком. Это для парней, которые интересуются, какие вообще условия, что, как, все моменты, нюансы. Да пацаны спрашивают просто, что там, типа, без опыта возьмут или нет кого-то. Ну, я, в принципе, я сам без опыта. Я сам здесь, в Польше, отучился на сварщика. Никогда в жизни вообще абсолютно не варил. Ни одной минуты. До этого, да? Вообще абсолютно нигде. Я всю жизнь проработал на шахте. Здесь решил поменять квалификацию. Отучился здесь на спавоча, то есть сварщика. И получил сертификат. И вот устроился на эту фирму. И рекомендую для начинающих. Это очень даже, допустим, если тоже никто не имеет опыта. Но для начинающих это само то, что нужно. На работу приходишь чистый, уходишь чистый. Очень чисто, как в аптеке. Да. Вообще. Мне очень нравится. Хорошее отношение к рабочим. Сама атмосфера там, ну, как по мне, так это супер. Супер. То есть поляки относятся нормально, да? Так. Поляки относятся хорошо. Хорошее отношение. А насколько важно на первом этапе знать вообще язык польский? Да, мне не нужно знать этот язык абсолютно. Фактически никто не знает, да? Ну, там просто, там... Да, ну, и так он и сложит этот польский язык. Его и выучишь там за два, за три месяца. Хочешь, не хочешь, что-то узнаешь все равно. По-любому. Ну, просто много парней из Беларуси работают, ты из Украины, правильно? Ну, да. Много из Беларуси, из Украины. 50 на 50, наверное. Значит, какая сварка вообще? Аргон, да? Так, метод ТИК, 141 метод. И только ТИК, больше никакой сварки нет. Только ТИК. То есть, если человек на какую-то другую сварку учился, он может прийти и попробовать? Конечно, конечно. Допустим, как в моем случае, и как другие делали люди, они просто-напросто приходят немножко раньше на работу, это можно. Или даже остаться дольше, пожалуйста. И учиться, сколько хочешь. Учись, берем, там есть пробники, берешь и учишься, учишься, учишься. Все в твоих руках. То есть, есть возможность, да? Конечно, но это приветствуется. Если ты хочешь учиться, это просто тебе никто не будет говорить там, что нет. А это просто будет само... Они сами это любят, когда человек приходит и самоучится. Они там им нравятся. Супер. А вообще, как у вас? Оплата почасовая получается, правильно? Конечно, тут везде оплата почасовая. То есть, нет такого типа выработка какой-то тебе норма там стоит? Норма там есть. Есть так, но норма то так, для бригады, да, допустим, выдаются норма, сколько там изделий ты должен выполнить, процентов, хотя бы минимум 60-50 процентов нормы должен выполнить. Ну, а так, а сейчас оплата почасовая, ясно. И сколько на старт ты пришел без опыта, сколько тебе платил? 15 злот на старт. А вот в оформлении плюс карта, все официально, да? Ну, карта именно банковская. Ну, конечно, все официально, все. Да, ну, вот мне выдали лишь документ запрошения. Так, если я могу пока... Ну, тут еще еще. Я могу, да. Приглашение. Ну, в общих чертах понятно, все знают, что... Все официально, трудоустройство полностью. Заработная плата на банковскую карту, естественно, 15-го числа каждого месяца. Ну, кроме того, можешь брать авансы. Без проблемы. Без проблем аванс. Просто нужно заранее, там, дней за 5 предупредить и все. Никаких не будет проблем с авансом абсолютно. Ну, в общем, рекомендую, да. Да, да, я сейчас пытаюсь понять, какие еще вопросы были. По поводу... Ну, друзья, вы услышали, как бы, роман... Роман недавно устроился сколько? Недели две, да, роман? Ну, да, к 10 дней. 10 дней. Ну, и по перспективам. То есть есть вообще реальные перспективы роста зарплаты, рост... Ясно, конечно. Это же на старт 15, потом, как ты будешь больше, лучше делать, научишься варить, то есть до 18 злотых за час. До 18, так. До 18 или 19? Ну, на данный момент, как сказали, что ведутся переговоры, что будут зарплату повышать до 19, да. Но пока 19... Сейчас потолок 18, но сказали, что буду делать 19 в скором будущем. Понял. А еще вообще, что делать вообще? Что-то такое? Изделия какие-то? Изделия, так, это мебель из нержавеющей стали для KFC, Макдональдсов, ну, таких вот сетей. Понял. Всякие столики, рукомойники там... Ну, я думаю, что все были в Макдональдсах и могут себе представить, как это все выглядит. Выглядит эта вся конструкция. Даже холодильники там это делают. Ну, все, все полностью. Ладно, спасибо большое, Роман. Если у вас есть еще какие-то вопросы по поводу работы на сварке, сварщиком на Аргоне, пожалуйста, пишите под видео или пишите мне в соцсети, попытаюсь объяснить, рассказать, ну, или спросить у кого-либо, кто работает.